Попался вот такая вот монеточка, пять драм, 1990 год, Греция, с великим греческим философом, ученым, Аристотелем. Хотелось бы вспомнить, чем он там так сильно был знаменит. Он был известен на весь мир, древнегреческий философ, был учеником и наставником многих великих умов. Среди всех философов своего времени он еще при жизни добился огромного влияния, и именно он во многом заложил основы философии в целом. Будучи разносторонне развитым человеком, Аристотель интересовался самыми разными областями человеческого бытия, разнообразными науками, учениями, и он всегда преуспевал во всем, за что брался. При жизни жил великий философ около 2400 лет назад. При жизни Аристотель был учителем многих великих людей, включая Александра Македонского. Самого Аристотеля учил не менее известный Платон, который в свою очередь сам был учеником знаменитого Сократа. Вот такая вот преемственность. Отец Аристотеля был придворным лекарем одного из македонских царей. Карл Маркс утверждал, что среди всех мыслителей древности Аристотель был величайшим. Задолго до Галилея Аристотель учил, что Земля и Луна имеют шарообразную форму. Сохранившиеся до наших дней отрывки биографии Аристотеля утверждают, что он перебрался в Афину, когда ему было 17 лет, и прожил там большую часть жизни. Около 70% всех работ и научных трудов Аристотеля были утеряны и не дошли до наших дней. Именно Аристотель считается основоположником таких наук, как логика и психология. Малоизвестный факт, Аристотель был не просто философом, он был чрезвычайно сведущим в астрономии, ботанике, биологии, зоологии и других науках. Именно он первый объяснил, почему одни и те же растения лучше цветут в определенных местах. Труд Аристотеля под названием поэтика посвящен его размышлениям о поэзии. Вероятно, великий философ был также литературным критиком, одним из первых в мире. После падения цивилизации Древней Греции многие труды Аристотеля пропали, их удалось сохранить в основном благодаря индийским, персидским и египетским ученым. Он утверждал, что у Вселенной нет ни конца, ни начала. Аристотель-биолог разделял всех животных на тех, у кого есть красная кровь и тех, у кого ее нету. Многие ученые-историки сходятся во мнении, что именно он был самым умным человеком в истории человечества. Никаких сведений о внешности Аристотеля не сохранилось. Некоторые историки упоминают, что он был всегда ухожен, красиво одевался и страдал некоторыми дефектами речи. Аристотель разбирался в метеорологии, объясняя происхождение молний, ветра, облаков. О землетрясении он считал результатом воздействия подземных ветров. В основанной им школе Аристотель читал лекции ученикам не в помещении, а в саду во время прогулок. Систематика животного мира по Аристотелю изучал в школе более 2000 лет вплоть до XVIII века. Философ полагал, что мыслительным центром человека является сердце, а мозг лишь вырабатывает кровь, необходимую для его охлаждения. Александр Македонский во время своих завоеваний собирал для Аристотеля образцы почв и растений в разных землях, через которые проходили его войска. Известный древнеегипетский царь Птолемей также был одним из учеников Аристотеля. В свое знаменитое собрание лекций Никомахова «Этика» философ назвал в честь своего сына Никомаха, погибшего боющего в молодости. Поиск причинно-следственных связей Аристотель считал отдельной наукой. Часть его трудов предназначал для других ученых и философов, а часть для широкой и не слишком образованной публики. Таким образом, Аристотель стал одним из первых в истории популяризаторов науки. Аристотель принимал участие в Олимпийских играх. Именно он изобрел науку о государстве, назвав ее политика. Многие гуманитарные работы Аристотеля используются и в наше время. Весь мир он разделял на четыре царства – человек, животное, растения и неорганические соединения. Ну вот такой вот он весь гладкий и вкусный был не всегда. В юности Аристотель, например, промотал все отцовское наследство и волей-неволей стал солдатом. Но с воинской карьерой у него что-то пошло не так, и он стал торговать лекарственными средствами. Потом он стал ходить в сады и слушал там беседы философов. Благодаря хорошей памяти он усвоил там начало своих знаний. Один греческий ритор обратился к Аристотелю с просьбой, чтобы тот оценил его искусство. Аристотель дал такой отзыв. Я удивляюсь, как эти люди, у которых есть ноги, стоят и слушают тебя, вместо того, чтобы уйти. Однажды Аристотель был болен, когда врач предписал ему какие-то средства и процедуры. Он сказал, не обращайся со мной как с пастухом или с землепашцем, а сначала объясни, почему ты их даешь. Тогда я готов тебя слушать. Аристотель говорил, что глупец не испытывает ограничений о скудости своего ума, подобно тому, как пьяница не чувствует шипа, который вонзился ему в руку. Один из учеников спросил Аристотеля, «Учитель, скажи, чем ты отличаешься от остальных людей?» Ответ философ был быстрый и беспощаден. «Они живут для того, чтобы есть, а я ем для того, чтобы жить». Однажды философ заметил в беседе с друзьями, «Все прямые линии можно наложить одна на другую, и они совпадут. Кривые же отрезки никогда не совпадают ни с друг с другом, ни с прямыми линиями. Так и у людей. Умный человек всегда согласится с другим умным человеком, а глупец обычно не соглашается ни с умным, ни с глупым». Когда Аристотеля спортили, почему завистники всегда чем-то огорчены, он ответил, что их снидают не только собственные неудачи, но и успехи других. Однажды к Аристотелю явился очень бойкий и развязанный молодой человек, который долго объяснял философу, что он хочет у него учиться ораторскому искусству. Когда дошло до оплаты, Аристотель сказал, что требует от него двойную плату. Видя недоумения новичка, он пояснил, что прежде чем научить его говорить, придется потратить много усилий, чтобы научить его молчать. Филипп Македонский, хоть и был полководцем, но высоко ценил образованность. Так он представил большие средства Аристотелю, благодаря чему тот смог приобрести большие познания в различных областях, особенно в науке о животных. Как-то Аристотель и Александр Македонский, Македонский немножко разгневался, Аристотель послал ему записку «Раздражение и гнев должны обращаться не против низших, а против высших. Равных тебе же нет». Аристотель был очень резким и неужившим иногда человеком. Когда уже умер его покровитель и воспитанник, Александр Македонский, Аристотель решил, что его может постигнуть учащийся Сократа и бежал из Афин. Своим друзьям он сказал, «Я хочу избавить афинян от нового преступления против философии». Ну что ж, на этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания.